Военный парад в Москве, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, встретил неоднозначные оценки в мировых средствах массовой информации. Как и следовало ожидать, западные СМИ оценили мероприятие критически. Так, сайт BBC отметил зрелищность и торжественность мероприятия, но не забыл акцентировать внимание на теме коронавируса, указав, что пандемия в России все еще не закончилась, и на предстоящем голосовании по конституционным поправкам. Посыл понятен, показать российского президента безответственным лидерам, которому собственный рейтинг важнее эпидемиологической безопасности в стране. Практически так же отреагировала и The Guardian, разместив фоторепортаж с парада на Красной площади. Россия проводит свой отложенный в день победы военный парад, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом. Подчеркивает издание. Также западная пресса практически в каждом материале, посвященном состоявшемуся в Москве параду, обращает внимание на то, что он состоялся при общем запрете на проведение массовых мероприятий и на факт участия в нем военнослужащих без масок. Мэр Москвы Сергей Собянин, по мнению зарубежных СМИ, был вынужден сделать исключение для праздничного парада во имя успеха поправок Конституции, досрочное голосование, по которым начнется завтра. Не случайно, что торжественное мероприятие проходит за день до начала голосования по конституционным поправкам Путина. Прежде чем россияне пойдут к урнам для голосования, им следует напомнить о статусе России как мировой державы. Это небольшая хитрость, которая должна увеличить явку избирателей и обеспечить большую долю голосов за поправки, что фактически оставит Путина у власти на неопределенный срок. Пишет Дайвелт. Турецкая «Анадола» оказалась более нейтральным в оценке парада. Издание отметило лишь то, что в связи с эпидемиологической ситуацией парада в российских городах было решено проводить без зрителей. Хотя, на самом деле, это решение далеко не для всех регионов. А вот издание The Times of India близко в оценке парада в Москве к западным СМИ. За два десятилетия своего правления Путин использует наследие победы Советского Союза во Второй мировой войне для усиления патриотических настроений и поддержки своего правительства. Примерно о том же пишет и Аль-Джазира, подчеркивая, что Владимир Путин опирается на советские победы для утверждения и сохранения собственной политической власти. Зато положительную реакцию парад в Москве вызвал у китайской прессы. И это не случайно, учитывая дружественные отношения между странами в целом и факт участия китайского парадного расчета в московском параде в частности. Чем сложнее и опаснее время, тем большее значение приобретает военный парад для поднятия боевого духа, такова традиция русского народа. Люди прошлого были очень отважны, поэтому нынешние поколения живут спокойно. Военный парад в честь победы является наследием национального боевого духа и демонстрацией национальной военной мощи. Пишет китайский военный историк генерал-майор Эсью Янь в издании «Хуань Цушиба». О колоссальном значении парада на Красной площади для российского национального самосознания рассказывает китайским читателям сегодня издание «Саха», опубликовавшее статью и фоторепортаж с прохождения по центральной площади Москвы китайского парадного расчета. «Стремительный темп развития российской армии, новейшие танки и маневренные истребители являются предупреждением для тех стран, которые пытаются переписать историю Второй мировой войны в последние годы. Россия никому не позволяет вмешиваться в историю Второй мировой войны. Россия всегда будет помнить события тех лет», — подчеркивает Саха. Хочется отметить большое количество положительных комментариев из Индии, Китая и Сербии, но это в целом понятно. Куда большее удивление вызывает то, что немало положительных комментариев из Нигерии, Филиппин, Индонезии и Вьетнама. Комментариев, которых пишут о любви к России и испытывают радость от возрождения великой державы — России-матушки, и гордость от того, что у их стран с Россией хорошие отношения. Если раньше, буквально пару лет назад, часто встречался негатив про Крым и прочее, то сейчас этого нет вообще. В некоторых комментариях звучит боль от того, что в современном мире приходится положиться именно на Россию, чтобы миру не пришел конец, как единственной стране, которая способна разрешить любой конфликт благодаря своей мощи. Многие писали о том, что пересматривали парад несколько раз. Уже традиционно американцев восхищает то, что нет негров, и они плачутся, что хотят жить в России. Да жили американцы массово хотят сюда к нам. Эй, либеральное говно, почитайте комменты американцев, может мозги прочистятся, если они еще есть. Прямые трансляции вели ведущие каналы Индии, Китая и других стран участниц парада. На многих произвело впечатление появление Шойгу под Спасскими воротами, с Крещением и Марши. Довольно часто встречалось мнение, что русские парада – величайшие на планете. Читая иностранные комментарии любой нормальный россиянин может не просто отдохнуть душой, но и ощутить настоящую гордость за свою державу. Парад Победы не понравился Западу и нашим либералам. Минус 24 июня прошел Парад Победы. Как всегда – красиво, как всегда эффектно, как всегда по-нашему. Макаревичу не понравилось. Рискну предположить, что не понравилось Каспарову, Навальному и еще доброй сотне известных либералов и двум-трем процентам их поклонников в нашей стране. Если бы Михаил Ефремов не сидел под домашним арестом, возможно, он разразился бы очередным обличающим стихом. Но, к счастью для него, он сидит – под домашним арестом. Пройдитесь по заголовкам иностранной прессы. Парад, строевые расчеты, техника – им все не понравилось. Один нравственный урод на одном из телевизионных ток-шоу, назвал наш парад смешным. Он америкоканец. Этим все сказано. Представитель страны, которая воевала по всему миру, делая вид, что кого-то защищала, а на самом деле грабила, ничего более умного сказать и не мог. Что касается наших либералов, тут вопрос сложнее. Почему слово «либерал» взял в кавычки? Потому что, этим господам нужно дать другое определение. Предатели. Нет. Несогласные. Нет. Правозащитники. Тоже нет. Так, тоже. Не наши. Чужие. Мы вначале думали, что они выросли на антисоветском. Отнюдь. Теперь уже совершенно очевидно, что на антирусском. Парад победы не нужен. Запад возмущают наши панцири – Ту-160, арматы – Ярс на Красной площади. Они спрашивают, зачем? Ну, так им и не понять того, что они же и заложили в нас эту память. Мы помним о том, что если у нас нет сильной армии и флота, партнеры на Западе начинают расслабляться. Помним о том, что если им на Западе о том, что это у нас есть, регулярно не напоминать. Они быстро забывают о данных им уроках и могут чего доброго попробовать еще раз. А вдруг повезет? Парад победы не для того, чтобы позлить западных доброходов. Он для нас и он наша. Но щелкать по носу западных партнеров просто необходимо. Устраивать публичную порку нашим либералам тоже. Им надо напоминать о том, кто они на самом деле. Регулярно. Комплекс вины необходимо прививать не только Германии, а всем на Западе. Они все должны помнить о том, что виноваты перед нами. У нас в стране есть небольшое количество персонажей, которые обгадили и этот замечательный день. Их лидеры, идейные вдохновители Невзоров, Макаревич, Соболь, Навальный, Гозман, вылили ушаты грязи на это мероприятие, как всегда оскорбив миллионы простых россиян. Коневет Невзоров вдруг стал специалистом по танкам и рассказывал, что если бы не американская помощь Советский Союз, не смог бы выпускать танк Т-34. Оскорбил девушку-прапорщика, которая участвовала в параде в Севастополе и потеряла туфлю во время торжественного марша, но не сбила строй. Гозман сделался вирусологом и предсказал мор среди участников парада, ах, как ему этого хотелось бы. Остальные мерзавцы выдали примерно такую же ересь. Главное все опорочить, извратить историю, оболгать народ-победитель. Российская оппозиция давно объединилась между собой ради критики 9 мая. Пока люди ждут этого дня, поздравляют ветеранов и отмечают День Победы, либералы называют праздник карикатурой, Днем Чекистской Колорадицы. Они считают, что в этот день нечего праздновать, а отмечать победу над врагом – пошло и постыдное. Единственное, что они разрешают – это скорбеть, но ни в коем случае не устраивать праздники, не рассказывать детям о подвиге прадедов и не надевать георгиевские ленты. Алексей Навальный в Твиттер возмущался, что в его детстве парад на 9 мая был каждый год, и это было душевно, а сейчас помпезно. Геннадий Гудков в Твиттер отказался называть 9 мая Днем Победы, настаивая, что это день скорби и покаяния. Его сын Дмитрий Гудков также заявил, что нельзя праздновать победу над врагом. Активно выступает против Дня Победы и Любовь Соболь, которая в качестве своего достижения назвала отмену праздника перед 9 мая в детском саду у дочери. Актер Максим Виторган также считает, что 9 мая нам праздновать нечего. Также журналист Бажена Рынска не понимает, зачем нужно празднование 9 мая, если из-за этого ей будет сложнее выехать на дачу. Также она в целом против праздника, считая, что убили самых смелых, самых лучших, а тихие и слабые спаслись. Максим Кац возмущается тем, что в параде участвует военная техника, которая, по его мнению, единственное, что может сделать – выстрелить по Америке. Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду Авов. Великой Отечественной войны. Т.Н. С�.